Роберт Шекли. Инструкция по эксплуатации. Осознавая важность момента, капитан Пауэлл напустил на себя беззаботный вид и вошел в рубку рискового. Поначалу он даже подумывал засвистеть, но потом решил, что не стоит. В конце концов, это не в его стиле, а астронавты шкурой чуют неладное, их даже мелочи настораживают. — Всем привет! — сказал он и плюхнулся в мягкое кресло. Дентон, штурман, кивнул от души, зевнув. Бортинженер Арильо посмотрел на часы. — Стартуем по графику, Сэм. — Ну да, — ответил Пауэлл. — Через два часа. Бортинженер и штурман буднично покивали головами, словно полеты на Марс — дело совершенно обычное. Капитан, помедлив немного, добавил. — Мы, кстати, берем на борт еще одного члена экипажа. — Это еще зачем? Загорелое лицо Дентона выразило недоверие. Арильо угрожающе поджал губы. — Третий штаб распорядился. В последний момент. Как ни в чем не бывало, ответил Пауэлл. Его подчиненные даже не шевельнулись. Однако капитану почудилось, будто они на него надвигаются. Необъяснимая сила всегда сближает членов экипажа, заставляя блюсти замкнутость круга и охранять свою территорию. — И какую работу поручили новичку? — поинтересовался Арильо. Коренастый и очень смуглый, с острыми зубами и кучерявой черной шевелюрой, он напоминал чудовищно умного жесткошерстного терьера, готового всегда облаять чужого пса, даже если такового поблизости нет. — Вы ведь знаете про паранормов? — как бы не взначай спросил капитан. — Еще бы! — живо отозвался Арильо. — Слыхал я про этих шизиков. — Да не шизики они. — задумчиво протянул широколицый Дентон. — Значит, — продолжил Пауэлл, — вы и про Уэйверли слышали? Тот парень, что пытается приспособить паранормов к жизни в обществе, найти их способностям применения. У него под опекой телепаты, предсказатели, поготы и прочие таланты. — Про Уэйверли я в газете читал, — сказал Дентон. — Его питомцев еще называют экстрасенсами. — Точно! В общем, этот тип Уэйверли собирает экстрасенсов чуть ли не на помойках, подыскивая им нормальную работу, верит, что их дару есть применение. — То есть мы берем на борт паранорма? — уточнил Дентон. — Точно! — ответил Пауэлл, внимательно присматриваясь к подчиненным. — Астронавты народ забавный. Многие из них прикипают к одиночеству и опасностям космоса, и при этом наглухо закрываются от внешнего мира. А еще эти труженики новейшей области человеческой деятельности — жуткие ретрограды. Если старое работает, то зачем вводить новое? Ведь оно может стоить тебе жизни. Принять в свои ряды паранорма им будет очень нелегко. — Кому он нужен? — злобно спросил Арильо, явно встревоженный, что из-за новичка его собственный авторитет пошатнется. — Не хватало еще, чтобы у нас на борту кто-то мысли читал. — Он не читает мысли, — попытался успокоить его Пауэлл. — Наш новичок займется другой, очень важной работой. — Какой же? — поинтересовался Дентон. Пауэлл нерешительно помедлил и, наконец, выдавил. — Он должен помочь нам при взлете. — Как? — С помощью телекинеза, — протараторил Пауэлл. — Наш новенький передвигает предметы силой мысли. Дентон ничего не ответил. Зато Арильо, поглядев на капитана, разразился хохотом. — Силой мысли! — А у него извилины от натуги не распрямятся? — Распрямятся. Так мы из них веревочки свяжем и сделаем для него упряжь. — Смотри, чтоб тебя самого не запрягли, Сэм! Пауэлл широко улыбнулся, мысленно похвалив себя за остроумие. — Лучше уж пусть члены команды над ним смеются, чем бьют по морде. Пригладив усы, командир сообщил, — новенький скоро прибудет. — Ты серьезно? — переспросил Дентон. — Как никогда. — Но, Сэм, позволь я кое-что объясню, — прервал штурмана Пауэлл. Телекинез — способность, которой наделен будущий член нашего экипажа. Это неизученная и почти неизвестная науке форма управления материей. Это энергия, позволяющая передвигать предметы, порой даже очень крупные. Она реальна, и она действует! Штурман и бортинженер слушали капитана внимательно, хотя и с долей настороженности. Пауэлл глянул на часы. В штабе считают, если паранорм поможет нам взлететь, то мы сэкономим изрядное количество топлива, то есть увеличим резерв. Члены экипажа дружно кивнули. Они только за экономию топлива, ведь в космосе запас горючего самое главное. Много его на борт не погрузишь, а стоит слегка ошибиться в навигационных расчетах, израсходовать чуть больше запланированного объема драгоценного вещества. Тут-то всем и конец. До сих пор к Марсу отправилось всего пять кораблей, и два из них пропали в открытом пространстве именно из-за нехватки горючего. — Будьте уверены, — сказал Пауэлл, — в ваши дела паранорм вмешиваться не станет. Его единственная задача — двигать наше судно. Он улыбнулся и приготовился сообщить еще одну неприятную новость. — Ладно, — тем временем произнес Дэнтон, лишь бы ко мне не приставал. — Извини, — поспешил огорчить его Пауэлл, — паранорма без присмотра оставлять нельзя. — Это еще почему? Пауэлл владел множеством профессиональных навыков, и самый важный из них получил не в университете. Капитан умел управляться с людьми, и сейчас призвал на помощь именно этот свой дар. Паранормы, знаете ли, не совсем обычные люди. Плохо приспосабливаются к обществу, часто хандрят. Кто-то даже считает, что степень их депрессии прямо пропорциональна силе таланта. Короче, если хотите, чтобы наш паранорм справлялся со своей работой, обращайтесь с ним достойно. — Я и не собирался сходу плевать ему в лицо, — сказал Арильо. — Этого мало. Я, кстати, поговорил с Уэйверли, и он дал мне руководство по эксплуатации. — Сказав это, капитан вытащил из кармана лист бумаги. — Руководство? — По эксплуатации? — Совершенно верно. Мы ведь эксплуатируем способности паранорма. — Вот, послушайте. Разгладив инструкцию, Пауэлл зачитал вслух. — Паранормальные способности, возможно, существуют с начала времен. Однако общество эксплуатирует их лишь с недавних пор. Сегодня мы понимаем экстрасенсорику как проявление воли человека в материальном мире, но до конца ее природу и назначение познаем еще не скоро. Таким образом, любому, кому предстоит работать с паранормами, следует ознакомиться с представленными ниже правилами, основанными на опыте. Они помогут добиться лучших, если не единственно возможных, результатов. В практическом плане паранорма следует расценивать как мощный агрегат повышенной сложности и тонкой конструкции. Как и любой другой механизм, он требует ухода и соблюдения всех пунктов инструкции по эксплуатации. Перед началом использования любую машину надлежит привести в устойчивое положение. Заправить, смазать, настроить. Принимая во внимание выше названные пункты, приходим к следующим выводам. Чтобы прийти в рабочее состояние, паранорм должен чувствовать комфорт, безопасность и дружелюбный настрой. Периодически, желательно как можно чаще. Паранорма следует хвалить, поскольку эмоционально он нестабилен. Его эго нуждается в систематическом поощрении. Работая с паранормом, постоянно проявляйте сочувствие и понимание. Излишнее давление может сломать паранорма. Если он захочет уединиться, не мешайте ему. Закончив читать, Пауэл улыбнулся и произнес. Вот, собственно, и все. Сэм, тихо сказал Дентон. У нас забот полон рот. Не хватало еще с невротиком нянчиться. Согласен, кивнул Пауэл. Но ты представь, представь, каким прорывом это станет для нас, для всей космонавтики, если мы сумеем взлететь, сохранив основную часть топлива в баках. Верно. — А? — подтвердил Арильо, вспомнив, как порой трясся над счетчиками горючего. — А вот и ваши экземпляры инструкции. Пауэл протянул им копии документа. — Пока меня нет. Заучите их, как отче наш. — Приехали, — проворчал Арильо хмуро, глядя на листок с печатным текстом. — Ты уверен, что паранорм вообще сможет поднять корабль? — Нет, — честно признался Пауэл. — Да и никто не уверен. Способности нашего паранорма активны примерно пятнадцать часов в сутки. — Повезло так повезло, — простонал Дентон. — Сейчас я его приведу. — Как услышите, что мы поднимаемся на борт, прячьте инструкции. Улыбнувшись во все тридцать два зуба, капитан добавил. — И да, пребудет с вами мир. Он вышел из рубки и по коридору направился к люку, на ходу насвистывая бодрую мелодию. В целом все прошло недурно. Минут через десять он вернулся с паранормом. — Парни, знакомьтесь, это Билли Уокер. Уокер — это Стив Дентон и Фил Арильо. — Здрасте, — кивнул Уокер. Высокий, ростом под метр девяносто, невероятно худой. Вокруг шишковатого черепа нимб редких бледно-соломенных волосков. На унылом лице торчит длинный нос. Оглядывая членов экипажа, Уокер покусывал вялую нижнюю губу. — Мда, милый же им достался попутчик на ближайшие несколько месяцев. — Присаживайся, Уокер. Арильо горячо пожал паранорму руку. — Да-да, не стесняйся, — поддержал товарища Дентон. — Как жизнь? Как здоровье? Паол едва сдержал улыбку, вспомнив первое правило из инструкции. Чтобы прийти в рабочее состояние, паранорм должен чувствовать комфорт, безопасность и дружелюбный настрой. Право же. Ребята стараются изо всех сил. Им ли не знать, какая цена у лишней капли горючего? Подозрительно глядя на экипаж, Уокер тем не менее присел. — Как тебе наш корабль? — поинтересовался Арильо. — Ничего, — ответил Уокер таким тоном, будто видывал корабли и получше, и покрупнее, хотя во всех штатах больше не имелось достроенных и оснащенных для полета судов. — Готов к путешествию? — спросил Дентон. — А что к нему готовиться? — Я не знаю. Вопросом на вопрос ответил Уокер и откинулся на спинку кресла. — Путешествие как путешествие. Сел и поехал. Арильо уже закипал. Да и Дентон не выглядел сильно счастливым. Пауэлл поспешил предложить паранорму. — Хочешь, устрою тебе экскурсию по кораблю? — Не-а, — отозвался телекинетик. — Успею еще по нему нагуляться. — Повисла неловкая пауза. Которая, впрочем, Уокера ничуть не расстроила. Прикуривая сигарету, Пауэлл краем глаза следил за паранормом. Вообще-то он ожидал увидеть нервного депрессивного типа, но Уокер ведет себя попросту наплевательски. Шмыгнув носом, новый член экипажа засунул руки в карманы и принялся сжимать и разжимать кулаки. — А-а-а, все-таки нервничает, — догадался Пауэлл, — чтобы такого приятного ему сказать. — Насколько сильно ты сможешь разогнать корабль? — спросил Арильо. Паранорм взглянул на него презрительно. — Мало не покажется. И вдруг судорожно сглотнул. — Нет, он не нервничает. Он напуган. Всего лишь напуган и бравирует, пытаясь скрыть страх. — Что ж, кораблик у нас крепкий, — заметил Дентон. — Крепкий, это да, — подхватил Арильо. — Хочу шоколадный батончик, — заявил вдруг Уокер. — Может, покуришь? — предложил сигарету Пауэлл. — Лучше сойду и куплю батончик. На площадке вроде был автомат. — Скоро взлет, — напомнил Пауэлл. — Надо ввести тебя в курс дела, проинструктировать. — Нафиг мне это нужно? — бросил Уокер и выбежал из рубки. — Нет, я его точно прихлопну, — пообещал Арильо. Дентон хмуро взглянул на Пауэлла. И тот произнес. — Запасемся терпением, парни. Паранорм еще впишется в коллектив. — Да тут никакого терпения не хватит, — возмутился штурман. Дожидаясь паранорма, астронавты мрачно смотрели на вход в рубку. Пауэлл уже начинал себя жалеть, и во что только штаб его втянул. Внезапно в дверном проеме возник Уокер. — Что-то расхотелось шоколада. Бросил он и, посмотрев на лица будущих коллег, спросил. — Меня обсуждали. — С чего ты взял? — вскинулся Арильо. — Вы, поди, решили, что мне эта корыта не поднять? — Послушай, — строго сказал Пауэлл. — Никто из нас ни о чем подобном не думает. Каждому на борту отведена своя роль. Вот и все. В ответ паранорм молча уставился на капитана. — Начинаем инструктаж, — приказал Пауэлл. — Уокер, за мной! Он провел паранорма на мостик, показал несколько силовых схем и, объяснив порядок действий, сказал, что от него конкретно требуется. Уокер, по-прежнему кусая нижнюю губу, внимательно слушал. — Значит так, капитан, — произнес он. — Я, конечно, постараюсь. — Вот и славно, — ответил Пауэлл и, скрутив карты в рулон, отложил их в сторону. — Но вы на меня не больно-то рассчитываете. Закончил паранорм и выбежал. Пауэлл, покачав головой, начал проверять приборы. Пристегнувшись в кресле, командир включил интерком. — Дентон, — произнес он в микрофон. — К старту готов? — Готов, капитан. — Орильо? — Один момент, капитан. — Все, готов, сэр. — Уокер? — Ага. — Отлично. Из диспетчерской доложили. Площадка свободна. И Пауэлл откинулся на спинку кресла. — Десять секунд до старта. Запустить главный привод. — Готово? — Ответил Орильо, и корабль содрогнулся от дикого рева оживших двигателей. — Прибавить мощности. Пауэлл вчитался в показания приборов. — Отлично, Дентон. Включай вспомогательный. — Есть. — Шесть секунд. — Уокер, готовься. — Есть, сэр. — Четыре секунды. Еще с полдюжины точных настроек и пошел кислород. — Две секунды. — Одна. — Зажигание. — Уокер, твой ход. Корабль, покачиваясь на строях пламени из сопл, начал взлетать. Пауэлла неожиданно вдавило в сиденье. Это Уокер подхватил рисковой силой мысли и поднес его вверх. Пауэлл посмотрел на высотомер. Как только отметка перевалила за 150 метров, он включил интерком. — Главный привод отключить. — Уокер, жми, что есть мочи. Двигатели перестали реветь. Но корабль понесся еще быстрее. Потом их резко и неожиданно дернуло вперед. Что это? — Точно необычное ускорение. Корабль снова дернуло. Пауэлл охнул и потерял сознание. Когда он пришел в себя, корабль уже мчался сквозь тьму открытого космоса. Невидимая рука инерции по-прежнему давила на грудь. Но капитан поднатужился и наклонился к иллюминатору. За бортом он, само собой, увидел звезды. Пауэлл слабо ухмыльнулся. — Работает. Двигатель на основе телекинеза, доходяги Уокера, работает. И еще как! Когда они вернутся на Землю, Пауэлл угостит паранорма выпивкой. Кстати, а далеко ли они от дома? Нажав кнопку на приборной панели, он вывел на экран изображение с камеры заднего вида. Поискал взглядом синий-зеленый шарик Земли. И не нашел его. Тогда он изменил угол обзора и быстро обнаружил солнце. Правда, оно было маленькое, размером с крупную горошину. Куда же их занесло? Пауэлл отстегнулся. Чувствуя, что корабль постепенно теряет скорость, проверил показания приборов и вычислил быстроту хода. — Фантастика! — Дентон! — прокричал он в микрофон. — Ух! — раздалось из динамика. — Ну ничего себе! Встречаемся в рубке. Нужно определить наше местоположение. Арилио! — Да, Сэм. — Проверь, как там Уокер! Пауэлл снова посмотрел на звезды, на солнце и, нахмурившись, перепроверил свои вычисления. Только бы он ошибся. Спустя примерно полчаса Дентон предположил, если я правильно все рассчитал, то мы сейчас где-то между Сатурном и Юпитером, возможно, даже ближе к Сатурну. — Не может быть! — упавшим голосом произнес Пауэлл. — Если не веришь, — ответил штурман, — то на, взгляни сам. Пауэлл взял у него лист с вычислениями. Тщательно просмотрел, но ошибок не нашел. — Рисковый забросило на 800 миллионов километров дальше Марса, плюс-минус 15 миллионов километров. Пауэлл покачал головой. Цифры не произвели на него должного впечатления, да и не должны были, поскольку никто не в состоянии вообразить, что такое 800 миллионов километров. — Подсознательно Пауэлл уменьшил это расстояние до параметров, которые человеческий разум в состоянии воспринимать. А что еще ему оставалось? — Но с местоположением определились. Буднично констатировал он, и, заметив, что вошел Арильо, спросил, — Что у нас с горючим? — Так себе, — ответил бортинженер. — Паранорм, конечно, сэкономил нам много топлива, но все равно не хватит. — Да, не хватит, — согласился Пауэлл. Корабль, заправленный и снабженный запасом топлива на полет только до Марса, с Сатурна никак не вернется. Да и с Красной планеты он бы теперь не долетел до Земли без дозаправки. — Сатурн! Это как же надо было разогнать корабль, чтобы скакнуть в такую даль! Не в силах решить задачу логически, Пауэлл пришел к выводу, что на телекинетическом ускорении рисковый просто миновал часть пространства. В рубку вошел Уокер. Его облетные губы подергивались. — Кто-то сказал, что мы у Сатурна? — спросил Паранорм. — У его орбиты, — уточнил Пауэлл, выдавив улыбку. — А сам Сатурн сейчас по другую сторону от Солнца. Командир улыбнулся еще шире, вспомнив второе правило обращения с паранормами. Периодически, желательно как можно чаще, паранорма следует хвалить. Поскольку эмоционально он нестабилен, его эго нуждается в систематическом поощрении. — Ну, ты даешь! — сказал он. — Сила-то у тебя есть! И еще какая! — Но я хотел... хотел... Глядев космонавтов, Уокер наморщил лицо и разревелся. — Ну-ну, будет! Преодолевая неловкость, Пауэлл попытался успокоить паранорма. Но утешить живую машину не получалось. — Я знал, что провалю тело! — в сердцах выкрикнул телекинетический ускоритель. — Знал! — Еще не все потеряно! Спокойным ласковым голосом проговорил Пауэлл. — Ты просто не рассчитал силы. Ты вернешь нас обратно. — Не верну! — протянул Уокер и спрятал лицо в ладони. — У меня больше ничего не получится! — Что? — вскричал Дентон. — Ничего не получится! Я утратил силу! Она меня покинула! Я больше не телекинетик! Последнюю фразу он почти прокричал. Потом сполз по стенке на пол и, содрогаясь от рыданий, безвольно уронил голову в колени. — Взяли! — сказал капитан Дентону. Вместе они подняли Уокера с пола, отнесли в кают компанию и там уложили на койку. Дентон дал паранорму снотворное. Дождался, пока тот забудется беспокойным сном и вместе с капитаном вернулся в рубку. — Ну как? — спросил Арильо, но ответа не получил. Все трое расселись по креслам и некоторое время смотрели в иллюминатор. Наконец Дентон нарушил молчание. Если он и правда больше не может двигать предметы усилием воли... — Думаешь, он одноразовый паранорм? — прошептал Арильо. Пауэлл, заставив себя отвернуться от иллюминатора, возразил. — Нет, это вряд ли. Я слышал, что паранормальные способности вот так запросто не пропадают. Если честно, ничего подобного он не слышал, но важно было поддержать дух команды. — То есть, — произнес Дентон, — силу он потерять не должен? Но если Уокер уверен, что на самом деле ее утратил... — Мы убедим его в обратном, — подсказал Пауэлл. — Вспомните, что Уокер — машина. Сложная, хитро устроенная машина. И у нас есть инструкция по эксплуатации. — Надеюсь только, что мы не оставили на земле нужных запчастей, — пошучил Дентон. На несколько секунд воцарилась тишина, которую нарушил капитан. — Пора бы включить двигатели. Развернем корабль. Не то вот-вот окажемся за пределами системы. — Это значит сжечь топливо, — напомнил Орильо. — Ничего не поделаешь. Дентон, рассчитай поворот. Максимально экономный. — Будет сделано, — ответил штурман. — А потом мы поедим. Задав кораблю новый курс, экипаж перекусил. После устроили совещание. — Наша судьба в наших руках, — сказал Пауэлл. Перед стартом паранорм просто храбрился, желая показать свою значимость. Он блефовал. Но теперь нервы у него сдали. Нам предстоит вернуть ему веру в себя. — Делов-то, — сказал Орильо. — Позвоним психотерапевту? — Очень смешно, — заметил Дентон. — Да не особенно, — вставил Пауэлл. — Психотерапевт нам бы здорово пригодился. Но поскольку его нет, вооружимся инструкцией по эксплуатации. Орильо и Дентон достали из карманов свои копии документа и принялись их просматривать. — До конца полета, — сказал Пауэлл, — Уокера надо воспринимать как машину. Машину, которая закинула нас сюда. Она же и вернет нас на землю. Но есть мысли, как привести агрегат в рабочее состояние? — У меня вроде появилась идея, — нерешительно произнес Дентон. Экипаж обсудил его задумку и пришел к выводу, что попробовать стоит. Орильо отправился за Уокером. Когда они с Паранормом вернулись в рубку, Дентон с Пауэллом тасовали колоду карт. — Перекинемся в покер! — беззаботно предложил Пауэлл. — Пока корабль разворачивается, нам все равно делать нечего! — Приглашаете сыграть? — прошептал Уокер. — Конечно! Двигай стул! Долговязый Паранорм нерешительно присел за столик и взял карты. Игра началась. — Поскольку эмоционально он нестабилен, его эго нуждается в систематическом поощрении, — вспомнил Пауэлл. Партия выдалась поистине сумасшедшей. Все старались поддаваться Уокеру, лишь бы поднять ему настроение. Однако проиграть Паранорму оказалось задачкой далеко не из легких. Он с ужасом пялился в карты, сбрасывая одну комбинацию за другой. Когда все поднимали ставки, пасовал. Карта не шла Уокеру, как бы Орильо не мухлевал, а мухлевать он умел. И Уокер ни разу не вскрылся. Но астронавты не сдавались. Сбрасывали хорошие комбинации в надежде получить слабые. Пасовали раньше Уокера, буквально выдавливая его вперед. Печальную, простоватую физиономию Паранорма перекосило от напряжения. Каждую карту он брал так, словно от нее зависела его жизнь. Еще никто на памяти Пауэлла не подходил к игре так серьезно и вместе с тем так неумело. Наконец собрался приличный банк. Уокер, кажется, обрел уверенность в своих силах и сделал ставку. Пауэлл поднял. Подняли и Орильо с Дентоном. Уокер, немного помявшись, ответил. После нескольких кругов торговли Уокер решил скрываться. У Пауэлла оказалась десятка старшая. У Орильо восьмерка. А у Дентона дама. Уокеру достался туз. — Хорошо, блефуешь, — сказал Пауэлл. И у Уокера снова перекосило. Вскочив из-за стола, он не своим голосом выкрикнул. — Я не могу проиграть! — Да не волнуйся ты так, — сказал Дентон. — Я вас обыграл подчистую. Парни и... и ваши бабки теперь мои. Пролепетал Уокер и выбежал вон. — Только сейчас до Пауэлла дошло. Уокер хотел проиграть, чтобы искупить свою вину. Капитан решил не тратить время на то, чтобы делиться догадкой с товарищами, и бросился вслед за паранормом. Уокер сидел на койке и рассматривал свои руки. Пауэлл присел рядом и предложил самое экономичное — закурить. Еда и питье закончатся прежде, чем кислород. — Нет уж, спасибо, — глухо произнес Уокер. — В чем дело? — спросил капитан. — Во мне. Я опять все испортил. — Как? — Да вот так! Вечно я все порчу! Не могу не испортить! Пауэлл вспомнил один из пунктов инструкции. Работая с паранормом, постоянно проявляйте сочувствие и понимание. Не огорчайся! Теплым отеческим тоном произнес Пауэлл. В конце концов, ты совершил нечто, на что никто не способен. Так далеко запустил наш корабль! — Ага, просто супер! — с горечью ответил паранорм. — Мы теперь ровно там, куда никому не надо. — И все же, — возразил капитан, — ничего более потрясающего я в жизни не видел. — И что с того? — отчаянно заломив руки, спросил Уокер. — Я не могу вернуть нас обратно! Я всех нас угробил! — Не вини себя! — начал Пауэлл, но паранорм перебил его. — Нет! Это я виноват! Только я! И он опять расплакался. — Тогда просто перенеси нас обратно! — Я же сказал! Глядя дикими глазами, паранорм хватал ртом воздух. — Я утратил силу и больше не могу перемещать предметы! Он почти сорвался на крик. — Послушай-ка! — строгим голосом урезонил паранорма Пауэлл. — Что за пораженческие настроения? Ничего ты не потерял! И капитан плавно перешел к своей самой лучшей, самой проникновенной речи, припасенной для безнадежнейшей ситуации. Говоря о звездах и земле, о науке и миссии человека во Вселенной, неоткрытых еще гранях паранормальных способностей и их важной роли в мировом порядке, Пауэлл невольно думал. — Эх, как красиво я загнул! Уокер, уняв слезы, внимательно слушал и неотрывно глядел на капитана. А Пауэлл все говорил и говорил, сочиняя на ходу о будущем паранормальных способностей, о том, как однажды, благодаря им, удастся наладить связь между звездами. Но до тех пор предстоит упорно работать, и такие люди, как Уокер, должны идти в авангарде. Командир вошел в раж и, под конец, видя, что жертва клюнула, воскликнул. — Давай, парень, давай! Твой дар при тебе, никуда он не делся! Попытайся вернуть нас обратно! — Сейчас! Сейчас! Уокер утер нос рукавом и закрыл глаза. От натуги жилы у него на шее взбухли. Вцепившись в край койки, капитан приготовился смотреть, как разгоняется бесценный ускоритель на паранормальной тяге. Дверь в дальнем конце каюты распахнулась и снова захлопнулась. Уокер побагровел. Пауэлл следил за его лицом. Длинный нос блестит от пота, зубы обнажились в напряженном оскале. Паранорм выкладывался без остатка. И вдруг, обмякнув, повалился на койку. — Не получается! — прошептал он. — Совсем! Пауэлл хотел было заставить его попробовать еще, но четвертое правило инструкции гласило. — Излишнее давление может сломать паранорма. Если он захочет уединиться, не мешайте ему. — Ладно. — Отдохни! — сказал капитан, и, стараясь сохранять лицо, встал. — Я вас всех убил! — проговорил паранорм. Пауэлл молча вышел из каюты. Описав широкую дугу, корабль отдался на волю притяжения солнца. Орильо, глуша двигатели, скорбел о потраченном топливе. Теперь его действительно оставалось мало. А вот насколько мало, готовился выяснить Дентон. В свободном падении рисковый будто повис в открытом пространстве. Казалось, он и не движется вовсе. Солнце тем временем увеличивалось в размерах, правда, медленно. Даже чересчур медленно. Уокер так и не вышел из каюты. Лежал на койке, проклиная себя за ошибку. Пауэлл изо всех сил старался найти выход, но ничего придумать не мог. — Взглянем на расчеты, — сказал в рубке Дентон. — Вот наш курс. Это вот скорость. А здесь пункт назначения. На этой отметке у нас закончится пища. Точка располагалась слишком уж далеко от пункта назначения. А вот здесь мы останемся без воды. Вторая точка была еще дальше от финиша. — А если ускорится? — спросил Пауэлл. — Расстояние слишком большое, — ответил Дентон. Я прикинул и так, и этак. Ничего не выйдет. Мы не дотянули бы до конца пути, даже съев друг друга и выпив кровь. — Хорошая новость. Свинья ты циничная. Подал голос Орильо из другого конца рубки. — Тебе что-то не нравится? — спросил Дентон. — Да. Мне все не нравится. Бортинженер оттолкнулся от стенки и в полной невесомости плавно подплыл к коллегам. — Тогда сам предлагай выход, — парировал Дентон и взлетел ему навстречу. — Эй, прекратите! — крикнул Пауэлл. — Отставить грызню! Немедленно! Бортинженер и штурман расцепились. — Добраться бы сейчас до этого! — Тихо! — одернул их Пауэлл, услышав шум из коридора. В рубку влетел Уокер, и капитан от души понадеялся, что паранорм не слышал перепалки. — Милости просим! — сказал Пауэлл. — Да-да. Бери стул. Присаживайся. Как можно дружелюбнее подхватил Дентон. И штурман, и бортинженер сейчас с огромной радостью порвали бы Уокера на лоскуты, но инструкция предписывала им быть вежливыми и обходительными. — Ребятам мы так нелегко, а тут еще сюсюкайся с виновником такой переделки. — Я хотел сказать... — начал было Уокер, но запнулся. — Говори, говори! — подбодрил его Арильо. — Явно не желая уступать в терпимости Дентону. — Не стесняйся, парень! — голос его звучал вежливо, но в глазах застыл холод. — Я хотел извиниться. Мне правда очень жаль, — сказал Уокер. — Я бы и не полетел с вами. Да вот мистер Лейверли настоял. — Мы все понимаем. — заверил его Дентон, сжимая кулаки. — Ничего страшного. — согласился Арильо. — Но вы меня... — Ненавидите! И Уокер вылетел в коридор. Пауэлл набросился на подчиненных. — Вы что, совсем себя в руках держать не умеете? Забыли третье правило? Проявляйте сочувствие и понимание! — А я что, не проявлял? — огрызнулся Арильо. И Дентон согласно кивнул. — Проявлял он. Ты бы свою рожу со стороны видел! — Виноват, капитан, — по форме извинился Арильо. — Просто я не умею притворяться. Если мне человек не нравится, ничего с собой поделать не могу. Тут он зыркнул на Дентона, а Дентон на него в ответ. — Сколько раз я вам говорил! Воспринимайте Уокера как машину! — напомнил Пауэлл. — Арильо, ты, видишь, со своими движками чуть ли не целуешься! — Так точно! — ответил бортинженер. — Но если я не в духе, то и обругать их могу, и ногой двинуть. — Да, в этом-то и недостаток работы с разумной машиной. На ней злобу не выместишь. — Ладно, вы двое! Ведите себя тихо! — приказал капитан. — Арильо оттолкнулся от пола и улетел в дальний конец рубки. Взяв колоду карт, начал раскладывать пасьянц, а Пауэлл удалился на мостик, чтобы подумать в одиночестве. За бортом мерцали звезды. Мертвое пространство открытого космоса простиралось вокруг корабля. «Бесконечная могила! 800 миллионов километров!» Капитан сказал себе, выход есть, иначе и быть не может. Их ускоритель на паранормальной тяге сработал на старте, так почему не действует сейчас? «Любому, кому предстоит работать с паранормами, следует ознакомиться с представленными ниже правилами, основанными на опыте». Вспоминал Пауэлл. «Да уж, на опыте! Этот Уэйверли еще не знает, что такое настоящий опыт работы с паранормами!» Как и любой другой механизм, этот требует ухода и соблюдения пунктов инструкции по эксплуатации. «Ну так ведь они и соблюдали, как могли! Чисто теоретически! Уокер не пострадал и не поврежден! Почему же этот хитрый, паранормальный механизм у него в мозгу не работает?» В отчаянии Пауэлл хлопнул себя по бедру. «Такая сила в его распоряжении, такая махина!» И не фуррычит. Паранорм мог бы с легкостью отправить их домой. «Да что там! К Альфецентавра! К центру галактики!» И на тебе! «Не заводится!» А все потому, что астронавтам непонятно, как управлять своим новым ускорителем. «Инструкция по эксплуатации!» Пауэлл не психотерапевт. Ему не вытащить Уокера из депрессии. Он может лишь успокоить команду и дать паранорму спокойно работать. Что же он упустил? Пауэлл еще раз перечитал инструкцию. И вдруг у него в голове забрежжила идея. Она уже почти созрела, как вдруг его окликнули. «Капитан! Что тебе?» Впервые с начала полета Пауэлл позволил себе сорваться на подчиненном. Он был так близок к решению. Под грозным взглядом командира Дентон отрапортовал. «Уокер, сэр! Он заперся в каюте и, кажется, собирается покончить с собой!» Оттолкнувшись от стены, Пауэлл стрелой вылетел с мостика и метнулся по коридору в сторону кают-компании. Дентон следом. А Рильо уже барабанил в дверь и кричал. Оттолкнув бортинженера, Пауэлл позвал паранорма. «Уокер, отзовись!» «Тишина!» «Принесите что-нибудь, чтобы взломать дверь!» Шепотом велел капитан помощником и снова позвал. «Уокер, не глупи, слышишь?» Изнутри донесся слабый голос. «Я уже все решил!» «Не вздумай! Как капитан, приказываю тебе!» Он замолчал, услышав булькающие звуки и хрип. Вернулся Рильо с паяльной лампой. Пока они плавили замок, Пауэлл мысленно зарекся никогда больше не летать на корабле с дверьми, если он вообще куда-нибудь еще полетит. Наконец замок сдался, и астронавты ворвались внутрь. Рильо захохотал. «Несчастный, депрессивный ускоритель, неуклюже дергая конечностями, парил между полом и потолком. От его шеи к потолочной подпорке тянулась веревка. Уокер, этот феерический идиот, решил повеситься в полной невесомости». Однако скоро ситуация перестала забавлять космонавтов. Уокер задыхался, а им никак не удавалось ослабить петлю. Экипаж вертелся вокруг паранорма, лихорадочно пытаясь найти точку опоры. Наконец Дентон додумался пережечь веревку паяльной лампой. Один конец веревки Уокер закрепил на потолке, другой обмотал вокруг шеи, а чтобы уж наверняка удавиться, завязал конец на потолке в констриктор. Раз затянувшись, этот узел не ослабевает, и распутать его можно, только потянув за оба конца сразу, особенным образом. На шее Уокер завязал рифовый узел, да еще так, чтобы самому до него не дотянуться. Взлетел к потолку и, что было мочи, оттолкнулся ногами. Узел затянулся. В общем, паранорм чуть не умер, и только теперь команда поняла глубину его отчаяния. — Держите его и не отпускайте! — приказал Пауэлл. Сердито глядя на багрового, кряхтящего Уокера, он пытался сообразить, как быть дальше. Всю дорогу он нянчился с паранормом, смазывал колесики механизма маслом сочувствия и заправлял топливом похвалы. И что получил взамен? Драгоценный ускоритель едва не самоуничтожился. Нет, так дело не пойдет. Если надо заставить двигатель работать, так Пауэлл его и заставит. Не станет с ним церемониться и гладить по кожуху. К черту правила Уэйверли! Ну все, игры закончились! Обратился капитан ко всем сразу. По местам! Мы стартуем! Одного сурового взгляда хватило, чтобы команда беспрекословно подчинилась. Оттолкнувшись от стенки, Пауэлл вылетел из каюты. Уже на мостике он мысленно прочитал молитву и включил интерком. Дентон! На месте! Так точно, сэр! Орильо! На месте! Уокер! На месте, сэр! Готовность 10 секунд! Включить главный привод! Двигатели взревели. Прибавить мощности! Выжмем из корабля максимум! Так точно, капитан! Дентон! Активировать вспомогательные приводы! Есть, сэр! Готовность 6 секунд! Уокер! Тут, сэр! Испуганно отозвался паранорм. Готовность 4 секунды! Предупредил Пауэлл, от души надеясь, что за такое короткое время Уокер не успеет разубедить себя в способности двигать корабль. Две секунды! Хоть бы! Ну, хоть бы сработало! Сейчас или никогда! Одна секунда! Пуск! Пошла, родимая! Уокер! Действуй! Корабль рванул вперед, но своим ходом, без ускорения Уокера. Молодец, Уокер! — хладнокровно сказал в микрофон Пауэлл. Поддай еще газку! Ходу между тем не прибавилось. Хорошо, хорошо, Уокер! Продолжал нахваливать паранорма капитан. Арильо, руби главный двигатель! Уокер, ну, а дальше ты сам! Миг ожидания растянулся, казалось, на целую вечность, но рисковый понесся вперед. Рывок! Только мягче того, что был на старте, и звезды за бортом превратились в размытые полосы. — Дентон сейчас скорректирует направление, — сказал паранорму Пауэлл. — Отличная работа, мистер Уокер! Вот оно как получается. Правила у Эйверли работают только на Земле, ну, а в космосе под прессингом. Ладно, будет что рассказать дома. Когда пришлось быстро и беспрекословно подчиняться приказам, паралич, внушенный Уокером самому себе, как рукой сняло. А значит, инструкции у Эйверли можно смело забыть. В космосе с паранормами работать надо по другим правилам. Лица, наделенные паранормальными способностями, тоже люди, и обращения заслуживают соответствующего. Сами же паранормальные способности следует воспринимать как рядовой талант и навыки определенного рода, а не проявления инакости. «Сэр», раздался из динамика голос Уокера, «Слушаю». «Разрешите прибавить ходу?» «Выполняйте, Уокер». Спокойным командирским голосом ответил капитан Пауэлл.